Даже не знаю. Ну да, фотка это проверка. Если она пришлёт свою, значит всё её устраивает. А потом вы отправите вторую, где уже видно кресло, но чуть-чуть. Не обязательно слать такую, как на телемарафон. С перекошенной рожей, бааа, слюна течет, аааа. Ладно, ладно, я понял. Добрый день, дамы и господа. С вами Лилия Павловна Коваленко. Сегодня я вас приглашаю в театр. Как бы в театре мы уже были, мы знаем, что надо проходить ни лицом, ни спиной к зрителю, когда мы пробираемся к своим местам. А мы уже знаем, что есть тайна трёх звонков. Но до того, как мы доходим до этой тайны трёх звонков, театр начинается с вешалки. Дама приходит, предположим, в шубке, в пальто. Мужчина по праву того, что он предвидит любую ситуацию. Что он хочет сделать так, чтобы его женщине было хорошо. Чтобы она была всегда в комфорте. Он по этому праву, по праву, наверное, любви, нежности делает вот этот самый шаг. В том месте, которое называется вешалка. То есть, мужчина понимает, что когда пришли, прежде всего, как ни странно, он должен снять одежду со своей дамы. Для того, чтобы она не согрелась, пока он будет раздеваться. Правда, раздеваться вызывает какую-то немножко другую ассоциацию. Когда он снимает свою одежду. То есть, сначала снимают одежду с женщины, с дамы. Кладут, вы знаете, есть специальные для этого места, куда кладут пальто, шубки, верхнюю одежду. Потом раздевает одежду мужчина. И все это отдается гардеробщику. Взамен получаются номерки, которые мужчина забирает. Потому что женщина, в силу того, что она вся такая летящая, порхающая, она потом не помнит, где в сумочке лежит вот этот вот ее заветный номерок. В итоге, оказывается, что номерок утерян. Я могу вам показать очень много номерков. Это говорит о том, что женщина думает, ах, обо всем. Она сразу думает о многом. Мужчина конкретен своей задачей. Театр, когда вы заходите, это знакомое, вернее, не знакомое, а безопасное место. Пропустил, посмотрел еще раз на билеты, вошел в соответствии со звонком. Женщины не любят изучать план, представлять, где она сидит, как она сидит. А мужчина это делает хорошо, логично и правильно. Он ее приводит туда. И не надо как тарану проходить, каким-то спиной, лицом. Он знает, после какого звонка зайти. Но все равно, когда между сиденьями проходит мужчина. Запомните, как бы там ни было, женщина должна сидеть по правую руку от мужчины. Двое мужчин и женщины стараются, чтобы, конечно, женщина была посередине. Есть какие-то, если, предположим, две женщины и две пары пришли, то женщины сидят рядом, мужчины, как бы, их охраняют с других сторон. Со стороны каждой женщины. Во всем есть тонкости, но они продуманы ведь. То есть это все продумано. И когда вы выходите, мужчина, опять же, старается первым проложить. Потому что иногда, когда заходишь между рядами, там есть хоть одна маленькая ступенька. Женщина никогда об этом не думает. Она под ноги не смотрит. Она идет и никаких тебе дел. Вот для этого мужчина. Ну, не только для этого, но и для этого. Чтобы постоянно думать, как себя ведет моя самая лучшая женщина. Самая красивая в мире, чтобы она не упала, чтобы она не повредила себе ничего. Вот поэтому вот мужчина выходит первым, а дальше опять та же самая схема. Безопасное место. Вы выходите прогуляться так, как положено. Хотела бы еще в этом, как бы, небольшом лайфхаке донести. А вы как хотите. Хотите, используйте. Не хотите, не используйте. Но я это знала всегда, конечно, и вы знаете, что ни один мужчина не позволит гардеробщику ухаживать за дамой, когда одевают на нее пальто или шутку. Вот этот момент, ни один мужчина не обнестит. Потому что даже если вы практически не знакомы со своим мужчиной, то это есть возможность к вам прикоснуться. Это первая тактильность, это первое прикосновение, это первое ощущение, что мужчина обнимает женщину. В принципе, так оно и есть. Ну, опять же, я хочу повториться, что мы любим женщину. Женщина всегда привилегированная. И мы думаем, чтобы она не согрелась. Поэтому мужчина одевает сначала пальто на себя, как ни странно, да? Позволь буду в первом день свою девушку. Не надевает пальто потом на даму. Я это знаю, и вы знаете, что подаются сразу две руки. Но дело в том, что можно так подать пальто, что женщина будет ощущать себя лебедем. А можно так подать пальто, что она будет себя ощущать каракатицей. Она будет тыкаться. Она не будет знать, где, 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 куда, так, так, это. Вот это роль мужчины. И дама может себе позволить даже навязывать свои шарфики, какие-то бантики. Тут я, кстати, сказать, нашла воспоминание Диновия Герта, который говорил о том, что правильно одевать женщин в театре, либо в другом, в каком бы то ни было общественном месте. Это искусство. И ему подсказал эти, как теперь, секретики. Я буду употреблять все-таки слова, слова тайны, секреты. Мирхольд. Мирхольд сказал, а это великолепно. Зиновий, возьми себе на вооружение. Женщина завязывает, что бы то ни было. Да, мужчина берет пальто. Он не стоит и говорит, ну, ты уже скоро. Я уже устала. У меня руки болят. Это он не говорит, это он там думает. Нет. Вот поза мужчины. Смиренная. Я буду ждать тебя, дорогая, столько, сколько надо. Когда она все повязала свои бантики-шарфики, она подходит к мужчине, чаще всего смотрит на него, поворачивается спиной, а он подает пальто. Подает пальто снизу вверх, снизу вверх, чтобы дама с легкостью, причем поддерживает рукава, чтобы она могла попасть туда легко и просто. Еще и поворачивается, корректирует, потому что две ручки надо сразу подать, чтобы она не запуталась, чтобы она не выглядела неровкой, чтобы у нее не было и тени смущения. После того, как мужчина одевает на данный пальто, то он еще имеет право провести по спине сверху вниз и расправить воротник. А скажите, вы уверены, что ей будет приятно, если я все это сделаю? Он говорит, ну зачем нам думать об этом? Вы попробуйте, и вы увидите, что каждой женщине будет приятно. Не вот так набрасывать самой, а когда ей подают. Вот это совершенно другое ощущение. И когда сзади капюшон, либо воротник, и мужчина бережно еще и расправляет, то поверьте, удовольствие получает и один, и другой. Я это вам рассказала только для того, чтобы мы понимали, что в каждом жесте, в каждом движении, в каждом нашем выходе есть очарование и прелесть. Живите вкусно, а пусть мужчины поднимают наши.